МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для прессованного мяса нам понадобится печень куриная, сердечки куриные, филе куриное, желатин, лук репчатый, чеснок, соль, перец черный молотый, растительное масло и вода. Бери сковородку и ставь на плиту. Пожалуйста, Катенька, я тебе приготовила посолнечное масло. Сколько? Две столовые ложки, попрошу вас. Берем две луковицы. Итак, задание. Нарезать кубиками 5 миллиметров. Катюшенька, какие новости на съемочной площадке? Да, сейчас же мы расширились. Ну, то есть это уже будут немаленькие истории. Семьи объединились. Семьи объединились, да. И теперь мы не то, что там друг к другу в гости ходим. Мы там уже, там такое закрутилось. Ну, в общем, вы это все увидите осенью. Женя, мы справились. Добавляем лук в сковороду. Нам нужно обжарить лук буквально 3 минуты. Возьмем мисочку. Нам нужно взять две столовые ложки воды. И замочить одну чайную ложку желатина. Умничка какая ты. Перемешиваем и оставляем на задний стол набухать. А я тем временем возьму печеночку и сердца. 200 грамм сердечка. Нарезаем на 4 части. А, вот отлично. Сначала вдоль, а потом поперек. А я нарежу печень кубиком 2 сантиметра. Лук уже обжарился. Добавляем сердечки. Мы нарезали уже их. Нам нужно пообжарить их сначала 5 минут, потому что они готовятся чуть-чуть дольше, чем печень. А у нас есть время подготовить куриное филе. Нужно нарезать два филе кубиком 2 сантиметра. Сердечки наши чуть ужарились. Можно высыпать печеночку. А филе когда? Дорезаем филе и также отправляем в сковороду. А куриному филе сердечками печени нужно обжариваться еще 15 минут. А тем временем мы пересыпаем наши готовые потрошки в миску. Нужно выдавить 3 зубчика чеснока в мисочку. Катя, а ты тем временем возьми пол чайной ложечки соли. Добавь так же туда. Теперь берем 1 третью чайной ложки молотого черного перца. Берем набухший желатин. Добавляем потрошки. И желатин от горячих потрошков разойдется. Наденька, а у тебя есть марлечка? Да. Нам нужен кусок метр на метр, для того, чтобы мы могли его сложить в 4 слоя. Тогда у нас получится квадрат 50 на 50 сантиметров. Он будет очень плотным. Теперь нам нужно взять всю нашу массу и выкладывать на марлю. Очень важно, чтобы было как можно меньше жидкости. Теперь нам нужно завернуть в виде конфетки и так спрессовать нашу масло. Конфетка из мяса. Это же вообще хорошо. Теперь замотай по бокам. Наденька. Да. Подай, пожалуйста, блюдо, которое влезет в холодильник. Теперь, да, мы нашу конфету выкладываем на блюдо и сверху прижимаем досточкой. Нужно сначала досточку обмотать пищевой пленкой, для того, чтобы она была чистой. Придавливаем мясо хорошо руками. Придавливайте вот так вот. Отлично. Длина нашего прессованного мяса примерно 25 сантиметров, а толщина 4. Чтобы мясо приняло нужную форму, нам нужно поставить вверху гнет. Лучше всего подойдет трехлитровая кастрюля с водой. И теперь всю конструкцию отправляем в холодильник на 12 часов. Подожди, подожди, как 12 часов, а мы даже не попробуем? Катенька, я заранее подготовился и приготовил прессованное мясо, которое мы будем пробовать. Да? Да. Отлично. Ну что, ну что, ну что? Давайте пробовать, давайте пробовать. Давайте пробовать, пробовать, пробовать. Ммм, ради этого блюда, соглашусь, стоит потерпеть 12 часов. Ну реально. Я люблю домашнюю колбасу, но всегда к ней один вопрос. Какой? Много жира. А здесь в субпродуктах его по минимуму, при этом я еще обожаю, когда я понимаю, что это полезно, а это изумительно полезно и необыкновенно вкусно. Ммм, вкуснятина. Ммм, вкуснятина, я передала мне столько потрошков, что я не поленюсь, сделаю такую колбаску и благодарность ей передам. Женька, браво! Спасибо. Я хочу доесть. Спасибо.